Здравствуйте! Вы смотрите программу «Крупным планом» и я, ее ведущая Юлия Нацаканова, как всегда, знакомлю вас с известными и интересными людьми. Сегодня у нас в гостях самобытная артистка, в творчестве которой светлая лирика, искренность и глубина. Также ее называют хрустальным голосом, диапазон которого не менее четырех октав. Я хочу вам представить заслуженную артистку России Марину Капура. Марина, здравствуйте! Марина, начнем с самого начала. Еще ваша мама сказала, что вы начали петь раньше, чем говорить. Вот расскажите все-таки, с чего все начиналось? Начиналось это в 60-е годы. Действительно, я еще говорить не умела, потому что я росла часто в детских садиках, в ясли. Дети между собой общаются на своем каком-то детском языке. И когда я услышала уже по радио, наверное, музыку, то я стала повторять эти мелодии. Мама это тоже заметила, и она все время поддерживала во мне, конечно, любовь к пению. И я петь стала с мамой раньше, чем говорите. Вот мама всегда говорила, что я в три года уже начала петь, в три годика еще, когда толком не говорила. А второй голос уже маме вторила. Второй голос уже, когда мне было четыре года, допустим. Мое сознательное... Когда сознание... Я помню себя, наверное, с четырех лет. И помню, что я всегда любила подбирать второй голос. Вот мама показала однажды нам и была очень удивлена, что потом я сама стала подбирать уже эти гармонические голоса. То есть на каком-то внутреннем уровне, правильно вы это чувствовали? Да, конечно. Если мама это любит, умеет, и у меня это тоже в крови, и я тоже это люблю, как мама. Мы уже все повторим, как мама, правда? И вот и мама тоже очень хорошо пела. Слух у нее очень хороший был. И считалось, что петь фальшиво – это вообще позорно. То есть нужно петь только чисто, естественно, тонировать. В тональность попадать, естественно. Всему этому меня научила, конечно, мама. Вот. А потом уже она меня отдала в кружок. Мне было всего лишь восемь лет. Дворец-пионер нашего города Ленинграда. И уже оперные певицы. Меня взяли в класс сольного пения и вокальный ансамбль. Ну вот и педагоги, и ваши близкие, они же, наверное, сразу отмечали, что у вас особый тембор, особый голос. А я знала, что у меня... Вот мы пели мама, моя сестра и я. Мы пели на три голоса пачкой. И я всегда чувствовала, что я такой солист, яркий солист. Мне, конечно же, хотелось сольным пением заниматься. Я даже не знала, что это существует. И когда я захотела петь уже в хоре, где все также любят петь, потому что, например, в школе, на школьном уроке, там все-таки, знаете, мальчишки никто не пел, а у них парты летали вот так вот до потолка. Ну, табуретки. И казалось, что они не любят так петь, как я. Но я ничего этого не замечала. Меня просто возмущало, что они не любят так же петь, как вот я или вот еще какая-то плеяда, да, девочек в основном, да. Вот. И мне хотелось быть именно с теми людьми, которые любят так же музыку, как я, и так же любят петь. И учительница еще сказала, что, конечно, надо девочку отдать куда-то вот там, где все любят петь. И мама меня отвела в дворец Пионеров. Там тоже прошел кастинг такой, как-то мы говорим сейчас, отбор. И меня даже взяли вот сольное пение, вокальное санта. Кого-то в хор отправляли, там тоже хор был. Ну, там побольше уже народа, там уже нет индивидуальных занятий. А здесь все-таки индивидуальные. Ну, вот опять же, зная, что вы знаете, что у вас уникальные, да, способности, дар, голос, вы как искали себя? Как вы начинали создавать свой образ? Я вообще знала, что мои педагоги, вот, с которыми они меня учили во дворце Пионеров, они всегда подбирали песню. Это репертуарная политика это называется, да, что музыка, она развивает. Это человека. Я это знала уже вот с детства, что очень важно, какую песню ты разучиваешь. С педагогом ты или один, или со своей группой. То есть это очень важный, какой творческий процесс. Ты ее постигаешь, ты ее разучиваешь, ты ее так вот прямо вот лелеешь, холишь эту песню. Нужно же еще отыскать именно свою песню. То есть вот этот сам процесс мне всегда очень нравился. Вот рождение в тебе вот этой песни, потому что она как какое-то существо, которое в тебе начинало жить, вот эта песня. И уже без этого я уже не могла. Вся жизнь моя прошла вот именно так, что я, когда какую-то песню, мой репертуар, она приходила, то я ее пела вот как что-то, как священно действие. Понимаете, это такой очень важный процесс для вокалиста, когда он поет и конкретно что поет, и как он поет, и какую-то анализ он подбирает именно для себя, для своего голоса. И вот тогда это развивает. То есть это развивает и голос, развивает и душу, и сердце. Ну, смотрите, вы начинали свой путь, да, с рок-фолк-группы «Яблоко», правильно? Скажите, вот как вы начали сотрудничать с этим коллективом, как туда пришли? Ну, так как я всегда хотела быть музыкантами, конечно, дворец пионеров, вот у нас так сформировалась группа «Яблоко». Сережа Смоленинов, Юрий Белендюков, я, Витька Потолов, Саша Саровцев, да? И у нас время от времени кто-то уходил, кто-то приходил, то есть такое у нас живое. У нас даже называлась как и студия «Яблоко». У нас иногда разные девочки иногда появлялись, чтобы можно на голосе было петь. То там художник какой-то тоже, который пел очень здорово, Ростислав Иоаннов такой тоже пел. Когда мы казачьи песни пели, нам нужны были голоса, и вот у него хороший голос такой был, тембристый. Поэтому через нашу студию «Яблоко» прошло очень много музыкантов, на самом деле. Потом уже Саша Саровцев пошел своим сольным путем, у него пели грим. Сережа Смоленинов потом на время ушел, потому что у него Смоленинова супруга и сын родился от Евгения Смоленинова, ну, певица, она же носит его фамилию, он ее привез как раз из Кемерово, она там у него студенткой была, талантливой. И говорит, давайте в «Яблоко» я привезу девочку еще, вот Евгения, Женя зовут, привозит ее. Ну, получилось, что у нас не сливались у нас голоса. Потом у нее далеко идущие планы были, она хотела петь сольно все-таки, в дуэте, ну, совершенно. Ну, не сливались у нас голоса, и все. У нее очень высокий голос, у меня высокий, а у нее еще выше, вот по тембру. Не сливаются. И поэтому она пошла своим сольным путем прекрасно, стала известной певицей потом со временем, да. И Сережа какое-то время ушел, у нас уже были другие музыканты, мы уже стали гастролировать, в конкурсах участвовать, в Сочи-86, все знают. В Сопот, потом в Швеции я стала лауреатом, ну, Белтикс Сонг Фестиваль в 88-м году. Потом всевозможные гастрольные туры у нас начались по Америке, 25 штатов, тоже с группой «Яблоко». То есть я пою и на английском, все это знают. Вот с Дэвидом Кортни у меня вышел альбом, это английский композитор Дэвид Кортни, который предложил мне вот совместный такой альбом, его музыка. Это совсем недавно же произошло, да, когда он отметил уникальность вашего голоса и предложил сотрудничество. Это вот диск, да, который вышел? Это диск, который вышел в Англии, ну, он и в интернете есть, на Амазон, на iTunes. Вот такой вот он, рокерский совершенно альбом, даже вот оформление у него такое вот очень не нравится, что оно строгое, такое бетловское, я бы даже сказала, да, что-то есть. А Дэвид, он тоже любит ту же музыку, что и мы. Он Юрин ровесник моего Юрия Берентьякова, а не одно поколение рокеров. И там даже одна песня есть, называется она Radio Day, и он такой, благодарность радио. Radio Day, это значит Radio Day, такая она классная вещь, и мы с ним поем дуэтом эту песню здесь тоже есть. Марина, ну и мы сейчас говорили о новом альбоме, я предлагаю для зрителей показать кусочек композиции из альбома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отлично. Жизнеутверждающая композиция о том, что всё будет хорошо, главное правильно выбирать свой путь и прислушиваться к себе. Марина, скажите, как у вас складываются отношения с вашими поклонниками? Ведь вы гастролируете по миру, и здесь немало, в России у вас поклонников. Вот были ли какие-нибудь уникальные истории, связанные с ними? Ну, в разных городах у меня есть фан-клуб такой, виртуальный тоже в том числе, через интернет. Вот, например, в Новосибирске тоже Алена Сартакова, она генерирует всевозможные идеи, она сама режиссёр, хореограф, поэтому у неё видение такое ещё особое, режиссёрское. И она вот сделала очень красивые клипы на песни, которые вот у нас есть и на Дэвида песню, и на песне Юрия Берендюкова. Тоже она красивую такую инсталляцию сделала и загрузила в YouTube. И очень приятно, что у неё здорово получается. Если вот мы говорим о вашей семье в целом, да, то она у вас дружная, если сейчас вспоминать времена, когда мама, бабушка там, у вас было тоже сложное время для них, потому что была и блокада, и стеснённые жилищные условия, насколько я знаю. Вот какие вы истории или, может быть, традиции храните в своём сердце до сих пор с того времени? Ой, я помню, мне 18, и он помнит мою бабушку, и что бабушка очень хорошо готовила, и вот пирог с вареньем. Безумно вкусный пирог, я до сих пор помню его вкус, и всегда по праздникам бабушка пила пирог с вареньем. Я даже, к счастью, я вот знаю, как его приготовить, но Юра всегда думает, что если я буду пироги печь, то я, значит, как будто бы поправлюсь. Я говорю, Юра, ну ты же не понимаешь, что их только по праздникам, во-первых, в особым случае. А потом всегда найдётся столько едоков, что тебе кусочек достанется, и слава богу, зато ты будешь видеть, как все наслаждаются. Вот из песочного теста пирог с вареньем, я не знаю, традиция такая вот у нас была петербургская. Потом хворост она очень прекрасно делала, это тоже такое чисто петербургское, такое национальное, что называется, европейское блюдо по праздникам. И безе, хворост, безе, пирог, Наполеон, то есть вот такие вещи, корзиночки, корзиночки. Мы участвовали, мы дети участвовали, как вот крем вот этот сбивать, понимаете, вот, то есть участвовали во всём этом. Поэтому для меня вот праздники, связанные вот почему-то с моей бабушкой, мамой, вообще-то самые тёплые воспоминания, это Новый год. Однажды родители договорились с Дедом Морозом, что он нам принесёт подарки новогодние. А мы как раз вот первый год, когда мы были в интернате, там скучали же по родителям, мы только в выходные приезжали, и на каникулы зимние. И родители по нам тоже скучали, конечно. И помню, что приходит Дед Мороз, и мы второклассники, вот как раз только что вот в интернате были, да. Из огромного мешка нам достаёт ксилофоны. А ксилофон – это же музыкальный инструмент, это вот тоже такое же дерево красивое, такое же вот песочное. И он так же звучит красиво, так звонко, если постучать по нему палочки, там специально палочки прикладываются. И для меня, и для сестры у каждого свой ксилофон, и с палочками, с такими очаровательными. Это так красиво, и мы сначала даже обалдели, неужели существует Дед Мороз действительно. Потом говорит, вы знаете, я сейчас могу даже вот растаять, вот тут я со Снегурочкой, наверное, он был. Нам нужно уже уйти на улицу, а то мы сейчас растаим. Они даже пошли других навещать детей, мы были просто преисполнены. И причём он вытащил не только ксилофоны, но ещё вытащил каких-то утят с такими красивыми жёлтенькими клювами, плюшевые. По-моему, это были сшиты бабушкой собственной ручной, то есть она мягкой игрушкой даже бабушка владела. Она очень хорошо сшила бабушку, мамина мама, Галина Сергеевна. И она нам подарила этих утят, каких-то медвежат. Потом для детских кроваток одеялко тоже с горошками с внутренней стороны, красное с белым, а сверху бархатное. И вот это всё для наших игрушек. У нас же был там кукольный уголок большой такой, прям гостиной. У нас была огромная комната 30-метровая. Мы в ней жили, вот Таня, Марина, мама и бабушка. И этот кукольный уголок, и мы сразу тоже застелили все эти кроватки, уложили всех этих маленьких плюшевых и утят, и медвежат. То есть это незабываемые, конечно, воспоминания, связанные вот именно с бабушкой, с мамой. Ваша сестра, она старше вас всего на 20 минут. Даже я и старше. Вы старше. Двойняшки вы, правильно? Двойняшки. Вот как у вас складывались с ней взаимоотношения? Вы были лучшими друзьями в детстве, или вы, может быть, соперничали друг с другом? Бывает по-разному, когда такая небольшая разница у детей? Ну, иногда ссорились, конечно, как все сестра, особенно когда за одной партой нас, помню, даже не сажались за одной партой, потому что какое-то раздражение всегда бывает. Ну, люди, знаете, меняются характер, все что угодно, да? Мы же вместе росли. Иногда ссорились, конечно, родители очень расстраивались, что друг друга обижали, там, конечно, как-то и могли. Или там делим вечно все. Вот парту нужно разделить ровно напополам. Нет, вот это вот моя половина, нет, это моя. И нас потом рассаживали в разные парты. Хотя у нас подружки часто были на двоих. Как-то так получалось, что у нас уже троица такая, святая троица получалась. И мы всегда нашу подружку обязательно втягивали в наше музыкальное творчество. И мы специально заходили с нашей подружкой к какой-нибудь старинной, роскошной парадной. У нас же старинная везде английская набережная, где наша английская школа, там английская набережная. И там можно было в любой особняк зайти, просто домофонов не было. И мы могли, там просто специально находили такие места, где прекрасная акустика. И пели наш какой-то репертуар, который мы сами считали, сами для себя подбирали. И вот пока не споем вот это. И потом так, как вот бах, как в церкви. И уходили уже потом, ну домой уже шли. Но обязательно у нас такая была традиция, вот зайти в какое-то помещение, где прекрасные сводчатые потолки. И я даже представляла, что это как будто я в церкви где-то пою. Вот кого-то ангелом какие-то, богу. Вот общение с божественным. Через голос для меня всегда это было общение. Ну и у вас и по сей день в вашем репертуаре есть церковные такие вот песни, вы даже их исполняете. Вот в вашей жизни какое место занимает бог? Вы верующий человек? Я верующий очень даже. Потому что я всегда чувствовала присутствие божественное. Мне всегда даже казалось, что вот я родилась, вот мне всего 4 года. Мне всего 5 даже, вот уже 6. А где же я до того была, вот до того? Где же я, где-то же я была. Я чувствовала, что как будто душа откуда-то вот пришла. Она не только 4 эти года существует, она откуда-то пришла. И я как будто с ней просто соединилась. Вот сосуд, ну тело это сосуд человека. И эта душа должна вырастить сначала это тело, разместиться в нём так. Вот и для того, чтобы всё равно не отрываться от божественного своего создателя. Без веры очень тяжело жить, практически невозможно. Вот были ли у вас какие-то уникальные истории, когда вы понимали, что в какой-то ситуации всё произошло так, только благодаря Богу, благодаря Его помощи? Ну, наверное, было много таких совпадений каких-то, ты думаешь, наверное, вот Божий промысел в ней действительно сводится какими-то людьми, очень для тебя важными в твоей жизни. И на этом именно этапе, что он именно тебя поддержал, этот человек. И ты думаешь, наверное, вот Господь Бог послал тебе человека, именно его, чтобы тебе что-то ещё уяснить, чтобы как-то дальше сформироваться и не останавливаться в развитии, чтобы ты не деградировал. Просто вот такая вот помощь, какая-то вот рука всевластная, всевышнего, она всё равно тебя поддерживает, помогает. Вот. И, наверное, действительно, иногда бывало, что вот когда ты очень сильно, если очень этого хочешь, и ты обращаешься, ну, Господи, 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 ну, пожалуйста, вот, да, вот, Господи, 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 Господи. И очень всем сердцем, всем душой. И кого-то он вот слышит тебя, слышит. Сейчас мы это своими какими-то словами говорим, но всё равно мы соединяемся с этой вообще божественной какой-то энергией. Интересно, даже бывает... Чудо происходит. Чудо происходит не сразу, а через какое-то время, бывает, человек уже как бы вроде... А даже лучше даже об этом забыть. Не обязательно, что прямо сразу чудо тебе должно быть, вот всю секунду. А именно он должен именно забыть и опять снова погрузиться в быт, в обычную свою жизнь. И вдруг что-то происходит, и вдруг, ой, как же, я же помню, вот тогда просила, я-то сама забыла. А он-то не забыл. Вот какой он божественный. И ты думаешь, Господи, как я тебя люблю, Боженька, как я тебе благодарна за эту жизнь, за эти дары, которые ты нам даёшь, и вообще за этот мир, который мы видим, прекрасный такой, чарующий. И он, конечно, сложный, конечно, всем очень сложно. Но вот когда посмотришь, вот даже вот жизнь птиц, например, они ведь просто вот тоже как ангелы такие вот, да, удивительные. И у них тоже сердечко, я говорю, куриненькое сердечко маленькое, а такое прямо любовью наполнено вот этой божественной. Как они друг с другом общаются, вот я недавно смотрела, вчера буквально, как голуби, вот голубиная семья. Вот как у людей вот чувства такие, может быть, чувство ревности, чувство заботы у них тоже есть. Как они высиживают своих детёнышей, вот этих вот сначала вот просто яйца, потом это детёныши. И какая сложная всё-таки жизнь. Вот почему Господь тоже вот допускает тоже вот столько страданий всё-таки, да? Ну почему так вот? Ну вот так вот получается, что и много радости, и много несчастья, и в то же время много страданий. Я не знаю, почему вот это вот такая вот, контрасты такие. Ну и мы как раз говорили о встречах, о людях, которые, да, нам встречаются на протяжении нашей жизни. И вот мы в программе сегодня уже упоминали имя Юрия. Да-да-да. Давайте для зрителей расскажем вот сейчас немного личной истории, да? Как вы познакомились, вашу историю, что вас объединила сначала, музыка или история любви? Музыка нас связала, вот точно совершенно, музыка нас связала, как многие же песни об этом, да? Так получилось, что нет, конечно, когда у меня были какие-то знакомства часто просто вот, ну, юношеские где-то, на даче, там, на костре были какие-то, просто приятели. Но они не связаны с музыкой. И это были просто дружеские отношения. И для меня такая жизнь ещё казалась очень сложной, слишком взрослой, непонятной. Я сама уже подросток ещё была, 17 лет. Но мы уже оказались во взрослых компаниях часто. Ну вот, и я видела, что там какие-то страсти кипят, и так всё это страшно, и потому что они кто-то кого-то, кто-то ревнует, кто-то от кого-то уходит. Я, честно говоря, предчувствовала, что меня это тоже может ждать, и со страхом этого ожидала, честно говоря. И действительно даже получилось так, что последний день на костре пришёл какой-то юноша, на которого я как-то посмотрела, может быть, или он на меня посмотрел. Ну, такой, знаете, любовь с первого взгляда, но это такая была юношеская, это незрелое чувство, просто инстинкт такой, знаете, когда, может быть, нет, не он, а просто, может быть, это что он был Сергей, у меня дядя Серёжа тоже Сергей. Ну, на самом деле, это просто в темноте, костёр, луна, и всё, и потом он ушёл в плавание. И вот у меня вот такое было ощущение, что какой-то моряк, и вот у меня даже песня была «Коравли у причала на свидании землёй, но опять ты надолго расстаёшься со мной». Ну, такие песни юношеские, которые пели на костре. И я уже нарисовала какой-то образ из него, даже которого я и не видела, он всё время в плавании был. Я думаю, да зачем мне нужно вот это вот так вот себя мучить, потому что я чувствовала, что я ещё не совершеннолетняя. У меня это никто со мной серьёзно не будет воспринимать, и у него уже потом появилась женщина, которая уже была совершеннолетняя. И мы пришли на прослушивание в декабрь месяц, перед Новым годом, это 2 декабря, уже до Каневского. Вот он сейчас стоит, замороженное здание, там ничего нет. А тогда там были кружки всевозможные. И помню, что вот этот паркет, вот тоже такого цвета, такого красивого, паркет безумной красоты. Сцена высокая, тоже такая же, с паркета. И там выседает, значит, ансамбль, ещё яблоко не назывался, радуга как-то он назывался, рейнбоу. Да, рейнбоу. И вот Юрий. В костюме почему-то он был так строго, по-моему, даже одет. Я так ещё удивилась, почему он не в джинсах, потому что все стремились в джинсы и рубашка. А он почему-то пришёл строго, может, хотел показать, что именно он руководитель там, я не знаю. Но он действительно руководитель там оказался, не скрипач Саша Царасова, а именно Юра. И Юра даже не представляла, он думал, что ну 17 лет, наверное, малявка какая-то, что там не может быть. А у меня на самом деле, ну такая вот первая неудачная, как сейчас. И уже глубокие чувства, да, влюблённость. Да, и Юра говорит, нужно заниматься музыкой, ничего не надо, никаких взрослой жизни, зачем тебе это всё нужно. Они тебя уведут неизвестно куда. Он чувствовал, что у нас ещё группа была из школы, тоже ещё одна школа, наши школьники. Ну их всех в армию-то забирали. Нам же всем почти 18. Я чувствую, Юра так обрадовался, ручки потирает, что наконец-то эти куда-то уветучились. Какие вы основные задачи ставите перед собой, помогая кому-то? Наверное, то же самое, наверное, что вот у меня протеерей тоже в Раду, или по Виноградовской линии такая священников из Александра Невской Лавры. Вот, и я уверена, что, ну вот священники, будь они там православные или католические, там, или просто учителя, то есть они всегда, вот это как воспитание, вот паству, да, человека обнадёжить, просвещение, да, что-то чем-то, в чём-то просветить, да. Пусть это наука, пусть это искусство, но ты же просвещаешь в этот момент, ты самое лучшее, что у тебя есть, ты делишься с человеком, и неважно, где он, допустим, если он в зоне, да, мы в зоне тоже выступали, это даже белая лебедь это было называлось, но там люди, да, и вот хочется всё равно им передать, вот каким можно путём идти, вот этот вот полёт духа, ну, чтобы душа, понимаете, и почувствовала вот это вот бесконечное пространство и веру, да, тем, что существует вот это чудо, что не всё только, всё заземлено, что только вот у земли, а что есть ещё, вот, вот эта свобода, вот это и есть свобода, freedom, понимаете, как поёт Джордж Майкл, да, freedom, вот это вот душевная, духовная свобода, вот это очень важно. Как говорила моя бабушка, вот она дочка священников, они репрессированы были, конечно, тоже вот её папа с мамой репрессированы были в 1937 году, да, вот, но она помнит, что живой бог, вот она верила всю жизнь, через всю жизнь принесла веру в живого бога, и она прожила по этому, кстати, наверное, по этому, 95 лет она прожила, вот мы, она жила у нас последние несколько лет, 7 лет, потому что мы её взяли уже к себе, она уже была такая у бабушки совсем бабушка, потому что растила-то меня мама, по-моему, мамина мама, а это по папиной линии, и нам её было очень жалко, когда мы уже увидели, что она одна совсем, папа тогда умер, к сожалению, неожиданно мой папа, машину его сбила, вот у Биржова моста, ну, такое сечение обстоятельств получилось, и я именно в этот день выступала, съёмка была, кстати, съёмка, вечера в Политехе, длинная съёмка такая, и пою однозвучно гремит колокольчик, думаю, как папа любит этот однозвучно гремит колокольчик, но думаю, ну, хорошо, что я его не пригласила туда на съёмку, он бы за меня переживала бы, ну, художник, такая натура хрупкая, ну, мой папа, думаю, ну, может быть, хорошо, что я его не пригласила, он потом увидит в записи по телевизору, и вдруг я объявляю эту песню, начинаю петь, и у Юры звонит телефон, что вот произошло, вот это такое роковое стечение обстоятельств, ну, я не знаю, может быть, это вот такая вот у него была судьба, именно умереть вот так вот, неожиданно, сразу Пухова забрал тут же. Очень хороший был человек, папа, я потом уже с ним буду друживать. Добрый. Они там всех там кошек бездомных кормили, птичек кормили, ну, очень жалели всех всегда. Видите, как жалко, что потеряло время именно ваше общение с ним, вы уже потом начали с ним общаться. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Марин, спасибо огромное за такое откровенное интервью. Я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно узнать действительно, чем сейчас живет Марина Капура и с чего все начиналось. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо большое. Творческих вам успехов, новых проектов. Спасибо большое.